Приветствую каждого игрока от Овощи за Статисты на моем канале, с вами Заб и мы залетели на Евро. На Евро тоже завезли коллекцию контейнеров, как вы знаете я открыл коллекцию контейнеров, если кто-то не смотрел этот ролик, посмотрите, там получилось все очень круто. И сегодня мы попробуем на Евро тоже открыть коллекцию контейнеров, она точно так же стоит 12,5 тысяч золота, единственное, что здесь танки другие, это первое отличие, да, и здесь танков меньше, ну контейнеров меньше, всего лишь на один меньше, но все равно, даже один контейнер может принести вам там от 500 до 10 тысяч золота, поэтому это имеет значение. В общем, эту коллекцию контейнеров мы будем сравнивать с той, которая у меня была на руку. И дай бог, здесь я тоже смогу окупиться, потому что здесь у меня золото в разы меньше, и на Евро я вообще не могу донатить. Ну вернее ладно, могу на самом деле, если на Steam деньги закинуть, там обходными путями всякими, то можно, можно донатить, но я не хочу. Поэтому будем пытаться отбиться, будем пытаться отбиться всеми способами, всеми правдами и неправдами. Заодно посмотрим, какие контейнеры нам здесь предлагают. Все, 12,5 тысяч золота улетело, у меня осталось 5,5 тысяч золота. 5,5 тысяч золота это, конечно, такое себе. Хорошо, тут мне еще и приказ выпал, но приказ мы выполнять точно не будем. Не сейчас, не сейчас. Итак, наши контейнеры уже у нас на складе. Других контейнеров каких-то у меня нет, поэтому их легко вычленить. Ну и давайте начнем с чего-нибудь. Химера, ВК-901П, Суперконя не было, кстати, среди тех контейнеров, по-моему. Объект 907, Эмиль 951, Эмильку мы помним, М48 Раундпанзер, Калибан, М4 Йох, Астон Рекс, ВЗ-114, Бессон, ТТЛ-7, Чарфутур, Шарлемань, КПЗ, ХВК, и Титан Чариотир. Слушайте, ну мне кажется, какие-то более скудные аппараты здесь положили. Как-то на Ру-Регионе вот эта коллекция контейнеров смотрелась позачетнее, что ли, там посвежее танки были. Здесь они какие-то все старенькие, кроме Титана. Вот Титан меня, честно говоря, сильно интересует, потому что Титана у меня нет, и доступа к Титану у меня тоже в ближайшее время не появится. Но, например, здесь кучу девяток не положили, которые могли бы положить, там, допустим, того же 752, почему бы не положить. Ну ладно, давайте пробовать, давайте пробовать. Ну начнем традиционно с восьмерок, попробуем с Химера. Химера прилетает и дает мне 500 золота. Ну, хорошо. Из 12500 мы 500 золота, считайте, окупили. А давайте я, наверное, калькулятор даже сюда приложу, чтобы вам было сразу видно, сколько у нас идет окупаемость. Вот, значит, мы потратились на 12500. 500 золота, 500 золота мы, считайте, вернули. Осталось 12000 золота вернуть. Едем дальше. Не едем дальше. Так, опять-таки, десяток открою потом. Давайте, Эмили 951. По-моему, Эмили у меня даже на аккаунте есть. Но, к сожалению, он не падает, но зато падает 750 золота. 750 золота это тоже хорошо. Это тоже окупаемость. Раньше все контейнеры были такие. То есть, там падало от 500 до 1000 золота. Но теперь, к сожалению, большинство контейнеров под такой вид имеет. Поэтому тут ты не знаешь, сколько тебе золота упадет. Может вообще ничего не упасть. И здесь мне падает. Вот, пожалуйста. Нормальные награды, самые лучшие. Пока что я в глубоком минусе. Бессонты. С контейнера Бессонты. Мне вываливается опять ничего. Чувствует... Ну, как-то идет все дело не очень хорошо. Очень нехорошо, точнее. Очень нехорошо. Если так дальше пойдет, то я останусь с носом. С большим длиннющим носом. Ну, это капец какой-то. Где золото? Я что, не в тот день открываю? HVK 30. Вот это по-любому мне даст золото. HVK 30 это мусорка, которая нафиг не нужна на аккаунте. И мы сейчас ждем. Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ай, десятку золота дает! Ёлы-фалы! Вот это я понимаю! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ага-ха-ха! То есть мы берем 10 тысяч золото. Отнимаем. У меня 1250 осталось только! 1250! Отбить. А-а-а-а-а-а-и! Копейки! Ну, слушайте, с АШВК, конечно, очень сильно повезло. Шанс на 10 тысяч золота, он минимальный. То есть, берем любой контейнер 8 уровня, ну, вот Колыван, например. Шанс на 10 тысяч золота меньше, чем 1%. Меньше 1%. И я в этот шанс попал. Ладно, спасибо АШВК-30. Будешь одним из любимчиков у меня теперь. Раунд панцер, что раунд панцер нам принесет? Ну, все, в принципе, я уже практически в плюсе, поэтому раунд панцер просто выпал. Жесть какая. У меня раунд панцера не было, поэтому никакой компенсации можно даже не смотреть. Кстати, интересно, а компенсация тут за эти танки, она хотя бы в золоте? Ну-ка, давайте перепроверим. О, а в З-114, оказывается, компенсация-то в серебре. У меня его нет, поэтому как бы пофиг. То есть, если он выпадет, то компенсация будет его продажа. Или, может, я его еще не буду продавать. Так, ну тут десятки остались, да, тут десяточки. Колыван. Господин Колыван дает мне ничего. Ну вот, основная масса контейнеров все равно будет открываться именно таким образом. Блин, я хочу, конечно, сертификат Титана или Титан сам, Чариотир. Ну, короче, Титан Чариотир, это прям очень хочется получить. Потому что этого танка, наверное, нет. И не знаю, будет он когда-нибудь или не будет. 750 золота еще. Хорошо. Хорошо. Все в копилочку. 500 золота осталось окупить. Но 500 золота мы точно окупаем, потому что есть контейнер, например, на Суперконя, который дает от 500 до 1000 золота. Так что я уже вышел в плюс и получил даже один танк. Раунд панцер. Так, хорошо. Шарлемань. Шарлемань, который мне, кстати, нравится. Но остальным как-то не очень он заходит. Хотя нет, ребята, кстати, оставляют позитивные отзывы на Шарлемань. Я вот так вот подумал сейчас. Вроде ничего негативного про него не говорили. Но мы получили еще 200 золота. Хорошо. Хорошо. Чуть ближе к окупаемости. Осталось всего 300 золота окупить. И оля, мы в плюс. Ммм, Титана открою последним. Титана оставлю на конец. Ладно, давайте от Вазика 114 избавимся, потому что танк хламной, нафиг не нужный. Но если, кстати, выпадет, это будет 5000 золота. К сожалению, не выпал. Так. ТЛ-7 мне вот, кстати, нравится. ТЛ-7 оставлю напоследок. О, Чарфутур, между прочим, 50 тысяч золота может дать. Он дает 200. Хе-хе-хе-хе. Ну да, 50 тысяч золота. Раскатал губу. Хорошо. Ну, в любом случае, это 200 золота, которые идут нам на окуп. То есть я остался в минус соточке. Не, ну на самом деле порешила десятка. Если бы десятка не выпала, хрен бы я чего-то тут отбил. Хотя, с другой стороны, Раундпанзер выпал. Даже если бы десятка не выпала. Ну, считайте, за 10 тысяч Раундпанзер купил. Ну, без золота остаться на этом аккаунте, это прям жопа. Ну, пока не будет какого-нибудь ивента, где дадут прям кучу золота, я буду страдать. Десяточку открыли, объекта 907-го, к сожалению, только 500 золота. Но это приводит нас к окупаемости. То есть вот 400 золота, это уже мой плюс. Так, 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 так. Ну, давайте Суперконя. Не знаю, Суперконь мне не особо интересен. И он мне не выпадает. 500 золота опять дает. 500 золота. Так, давай. То есть я уже 900 золота в плюсе. Ну, конечно, на Ру-Регионе получилось немножко больше золота в плюс залутать. Но в целом я доволен. В целом я доволен. Опять 500 золота. Вообще, просто по минималкам бьем. Но в целом я доволен. Так, Титан остается напоследок. Все. Арахнит ТЛ7120. Если он, кстати, выпадет, я буду только рад. Но, к сожалению, не мап. Не выпадает. Хотя, танк очень сильно недооценивают. Титан! Титан! Давай! 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 Да ну ё-моё! Я уж надеялся, что раз в контейнере начали падать награды там много, то всё, по-любому сейчас выйдем в плюс. Но нет. Но нет. 200 золота всего лишь мне дал. Чё, минус 200. Итого 1600 золота я в плюсе с этой коллекцией контейнеров. 1600 золота. И плюс у меня появился один новый танчик. Давайте его найдём. Где он тут у меня? Раун Панзер. Вот он. Ну что ж, я считаю, что это, в принципе, неплохо. Мы получили танк. Мы получили 1600 золота на аккаунт. Да, коллекция контейнеров удалась. Ещё там что-то по сертификатам же нападало. Можно, кстати, сертификаты сюда же приплюсовать. По золоту мы всё посчитали. Можно было, конечно, это по-другому сделать. По сертификатам давайте посмотрим. Где серые сертификаты? А, вот он. Серые сертификаты объединяем. Ну, 24 синих сертификата. Если даже что-то было, то всё равно хорошо. О, и вышли на легендарный сертификат опыта. Свободного опыта. Пожалуйста, у меня 350 тысяч свободки. Теперь появилось. То есть коллекция контейнеров абсолютно точно была открыта не зря. Конечно, не так хорошо всё получилось, как на Ру-регионе. Опять-таки повторюсь. Но на Ру-регионе мне могло точно так же ничего не нападать. А здесь, ну, в принципе, более или менее всё нормально получилось. Но опять, 10 тысяч золота. Если бы они не упали, сразу вот отнимайте 10 тысяч золота, я бы ушёл в капитальный минус. Минус 8400 золота. Это как бы никуда не годится. Хе-хе-хе-хе-хе. Так что очень сильно повезло. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под этим видео. Пишите, если вы играете на Евро, что у вас там выпадало. Ну, выпадало ли что-нибудь. Может быть, вам точно так же повезло. Последние дни у меня почему-то началась пруха, наконец-то, на контейнерах. Не знаю почему, но я очень рад. Я очень рад. Всем спасибо и всем пока.